В каком-то месте, так, я сам лично читал. 11 глава книги Левит. Левит, 11 глава. Ну вот, 11 глава. Да. И почему же многие христиане, или я не знаю, как вас назвать, едят свиньбу? Хорошо. Если вы считали, то знаете, а рядом написано, нельзя есть верблюда. А почему вы верблюдок едите? У него копыта неразвоенные. У него копыта неразвоенные. Почему? Да. А почему вы верблюда едите? Если не едите свинью, не ешьте верблюда. У верблюда копыта неразвоенные? Вот мы, наша группа, мы вообще мяса не едим. Никакое мясо не едим. Ни баранов, ни ничего не едим. Мы Бога благодарим. Ага, молодцы. Мы Бога благодарим. Хорошо. Нет, я... Вы старше меня на... Я не знаю сколько, но вы гораздо старше меня. Я вас считаю, что вы умеете меня. Я считаю вас... Я вас уважаю. Я вижу, вы много читаете. И... Не имею ничего против вас. Вот. Но я думаю, что именно религия и сам, что она правдива, чем какие-либо другие велики. Это мое мнение. Я не критикую. Я просто говорю. Деяние апостола, 4 глава, 12 стих, говорит. Под небом другого имени нет, кроме Иисуса Христа, через которого спасение. Через которого спасение. Вот в чем дело. А Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих, говорит. Верующие в Сына Божия, во Христа, имеют жизнь вечную. А не верующие. И умеют жизнь, но гнев Божий пребывает на нем. Но гнев Божий пребывает на нем. Какое дело? Какое дело? И один вопрос. Вы считаете Иисуса Богом или же пророком? Я знаю. У вас написано Иса, пророк. У вас написано Иса, пророк. Но наш Иисус и ваш Иса, это разные персонажи. Между ними 1600 лет. Ваш пророк, я его не трогаю. Второе лицо Святой Троицы. Это разные персонажи. То есть у нас Иисус и Иса, это два разных персонажей? Абсолютно. Это у вас написано 19 сура, 28 аят. Это написано в этой книге у вас. Вы просто считать и не хотите. И сравнить надо с исходом 6 глава 20 стих. Я не придумываю, так написано. Я не придумываю, так написано. Вы можете открыть, пожалуйста, Коран и показать мне какую-либо суру? Ну а что? Все они суру здесь. Вот они, пожалуйста. Спасибо, спасибо. Это Кулиев. Это сильный перевод. Я доставал эти книги. Вот эту книгу доставал. В Москве в посольстве Йемена, Йемен. В посольстве Йемена, Йемена. Ну, хорошо. Я не знаю, что сказать и не пытаюсь с вами... Верба Христа. Христос умер за грехи людей. Спасителя нет больше нигде. Один спаситель, Христос. Больше нигде. Он умер за грехи людей. Он умер за грехи людей. Да, но скажите, у нас именно религия и сам, и ваша религия, она ни разу не совпадает на процентов 80. Нисколько. Разночтение. Разночтение. 5216 расхождение. 5216. Ничего нету общего. Ничего нету общего. Вот у вас там один есть назив. Говорит, Христос о себе не говорил, что он Господь. В Евангелии от Яна, 13 глава, 13 стих написано. Вы называете меня Господом? Я действительно Господом? Ваше сайтово сказать не мог он. Ваше сайтово сказать не мог он. Библию, Библию люди меняли как-то? Ни одной строчке, ни одной буквы не изменён. Это вам не изменён. Чёрную занозу Мула всадил туда. Бог говорит, я, Бог, бодрство над словом моим. Небо и земля исчезнут. Но ни одна буквы не исчезнет. И когда переписывали, каждая строчка считали число букв. Вот сколько здесь букв. Раз, два, три, четыре, пять. Доволняется пять. И каждый проверял, сколько букв. Не потеряна ни одна буква. Так, вы знаете, что такое скайп? Вы знаете, что такое скайп? Что такое? Скайп. Ну, как ватсап. Скайп, да, я знаю. Вот вы зарядите два слова. Игнатий Лапкин, это я. Игнатий Лапкин. И вы на меня выйдете. И будем встречаться. И будем встречаться. Нет, я бы с вами поговорил, но... Я, правда, не очень отчитанный человек. Я знаю про свою религию достаточно для меня. Но мне превыше всего, чтобы учить как... Пока вы не знаете Евангелие, этого недостаточно. Считайте, что еще не знаете еще. Бог дает откровения. Бог дает откровения. Нет, я... Я не отчитал Библию на самом деле. И... Но доводы, именно доводы, и то, что происходит на земле, это все говорит то, что... Ну, лично для меня все говорит то, что... Именно религия и ислам, она верная. Ну, это... Это я считаю так. В прошлом году передо мной прошло 2600 мусульман. 2600. И ни один не считал эту книгу. Ни один. Ни один не считал. Вы не знаете ее совсем. Вы не знаете ее совсем. Это неправильно. Надо знать ее, считать. Надо знать ее, считать. И сравнить в Библии. Я к другому не зову. Я к другому не зову. Не, мы читаем ее, мы ее почитаем. Но... Я могу вам наизусть там прочесть. И на арабском. Я не могу на русском. Я не умею переводить санатский на русский. А мне разницы нет на каком языке. Верблюжий там, шакарий какой. Мне, чтобы понятно было. Мне, чтобы понятно было. Настоящие мусульмане, это в Афганистане, Талибан. Это в Афганистане, Талибан. Тунис. Ислам, и религия Ислам, оно делится... У религии Ислам 63 течения. Именно вот столько разных. Оно делится вот настолько вот. Но главное, ни у кого спасителей нет. Ни у кого спасителей нет. Меня спрашивают мусульмане. А вы хотите Ислам принять? Я говорю, разумный человек, небо менять на землю не будет. Менять на землю не будет. У вас духовного ничего нету? У вас духовного ничего нету? Духовного? Ну да. У вас даже в раю обещаны бури. В раю он будет брудить. У него какая-то вера. Здесь четыре жены. Четвертая сура, третий аят. У нас если с одной он женатый, а с чужой женой один раз был, семь лет за церковью будет стоять. За церковью будет стоять. Нас сравнивать не надо. Для нас вы не развратники, а безумные просто люди. Для нас вы не развратники, а безумные. Утонули в этом. Вот здесь в рулетке 95% мусульмане. 95% мусульмане. Вы с ума сошли. Вы с ума сошли. Вот у меня сейчас сидит рядом сестра. А она такая, видно. Они сразу, а где ты ей замужем и замужем? Вот так вот и все. Это на самом деле очень плохо. Плохо на самом деле. Вы не крещеные, от грехов не омытые. Ничего не знаете. Ладно, пока. Все, до свидания. Все. Скайп Игнатий Лапкин. Заходите.